Глава Минобороны ФРГ назвала китайские ракеты угрозой для России. Глава Минобороны ФРГ назвала китайские ракеты угрозой для России. 11.7. Москва, 4 Мария Новости. Китайские ракеты угрожают России, заявила глава Минобороны Германии Урсула фон Дерлиен. По ее мнению, необходимо включить Пекин в договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ДРСМД. «Россия находится в зоне поражения китайских ракет средней дальности», сообщила она в интервью немецкому журналу «Фокус». По мнению министра, единственный способ выстраивания отношений с Китаем интенсивный диалог. Угроза нет. Как считает сенатор Владимир Джабаров, китайские ракеты не угрожают России. Он считает, что заявление германского министра обороны продиктовано желанием европейских стран реанимировать ДРСМД. «И у Китая, и у Индии, и Пакистана есть ракеты класса средней и меньшей дальности. Сейчас таким образом Германия запускает зондаш в отношении Китая», сказал сенатор. В свою очередь, экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Юрий Балуевский назвал заявление фон Дерлиен ее «плохим сном». «Я убежден, что китайские ракеты в обозримой перспективе опасности для России представлять и нести не будут», – сказал Унрия новости. 22 февраля, 15.42. Россия не отказывалась от своих предложений по ДРСМД, заявили в МИД. Желание надавить на Китай Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский полагает, что такие заявления являются желанием стран НАТО, в данном случае Германии, надавить на Китай через Россию, напугав Москву китайской угрозой. «Желание понятно, но нереализуемо. Россия никогда не станет выступать агентом третьих стран в таких вопросах», – сказал Унрия новости. Мураховский отметил, что сейчас Китай обладает самым большим в мире арсеналом ракет средней дальности. Но надо понимать, что Пекин не был никогда связан ограничениями ДРСМД и каких-либо других договоров, ограничивающих вооружение. Руководство КНР неоднократно давало понять, что они ни при каких условиях не пойдут на уступки в этом вопросе, – сказал эксперт. По его словам, с технической точки зрения китайские ракеты покрывают большую часть территории РФ, но они точно также достают до всей территории Японии, Южной Кореи и до острова Гуам, США, ровно так же, как российские межконтинентальные ракеты покрывают всю КНР. 25 февраля, 17-16. Генсек ООН, Европа остро почувствует негативные последствия развала ДРСМД. Договор о РСМД. В 1987 году СССР и США подписали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. К июню 1991 договор был выполнен. СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, США – 846. Однако 2 февраля после ряда взаимных обвинений в нарушении договора Дональд Трамп объявил о выходе из ДРСМД. В ответ Владимир Путин заявил о зеркальном ответе. Российский лидер добавил, что все предложения Москвы по разоружению остаются на столе и двери открыты, но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по разоружению. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова